Ну первое, я считаю, что Верховный Совет Украины обязан, подчеркиваю, в военное время, обязан в течение 24 часов собираться после первого выстрела, первой угрозы и такого вызова в случае с Авдевикой. Четыре дня. И я уверен, что еще с четыре следующих дня мы не будем слышать позиции главы Верховного Совета Порубия. Его просто нет сейчас в информационном пространстве, его просто, наверное, нету в стране, и он, так же, как в свое время Аваков сбежал после убийства пятерых наших сограждан в известном городе, и после этого наказали всего дисциплинарными какими-то санкциями 20 человек за это, никто абсолютно не был отстранен от должности, тем более министр не пошел в отставку. Так же происходит сегодня с парламентом. Вторая составляющая, которая важна и которой, я уверен, будут говорить сегодня эксперты. Страна несколько лет в состоянии войны. Мы, к сожалению, сегодня не имеем ни новой военной стратегии доктрины, не имеем антитеррористической доктрины. Посмотрите, в каком состоянии находится ключевой орган для обеспечения прифронтовых территорий в таком режиме, в таких ситуациях, Госрезерв нашей страны. По отношению к действующему руководителю возбуждено ряд уголовных дел. Там замешанный бывший министр экономики Абрамовичус, в расхищении дизельного топлива, которое они с Вильнюса сюда притащили, просроченного и хотели продать нашей армии втридорого. Вторая составляющая. Мы сегодня не понимаем, в каком состоянии находится снова же в прифронтовых территориях бомбоубежище нашего государства, какой продовольственный запас, насколько мы сегодня готовы отразить те или иные вызовы, те или иные попытки агрессии стороны России. Ни одна ситуация, ни один вопрос с точки зрения подготовки наших вооружённых сил, гражданского населения не решён. Последнее. Мы уже в течение двух лет, в течение двух лет мы говорим о чём? Давайте возобновим цивильную подготовку, цивильную оборону, подготовку нашего населения. Этого тоже не делается. Мы должны сегодня честно сказать своему народу, никакие минские соглашения, никакие переговоры, изменения геополитики в мире не приведут к стабилизации ситуации. Мы должны научиться жить в состоянии войны или полувойны в течение следующих будущих нескольких лет. И нужно готовить страну к этому вызову.